МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пионеры... Это кто? А... Уже забыла. И мой папа был пионером. Пионеры – это, наверное, кто... Ну, это кто, наверное, печатает всякие газеты. Пионеры, они помогают людям, они собирают металлолом и макулатуру. Пионеры – это... Ну, которые уступают бабушкам в автобусе. Пионеры – это люди, которые помогали раньше в старые. Пионеры помогают, например, Марина Ивановна осталась без мужа, там, дети в школе, там, без мужа, надо ей помочь. Пионеры собираются ей помогать. Это те, кто ходят впервые всех, и их служ... И сзади них идут остальные. А пионеры – они хорошо воспитаны? Да. И еще пионеры никогда-никогда не врут. При встрече говорить «здравствуйте», «до свидания». Первые руки моют гости, потом, кто живет в доме, моют руки. Никого не бить, никого не перебивать, если кто-то говорит. Убираться, за собой мыть посуду, заправлять постельки. Поднимать руку, например, там, когда тебя спрашивают, и выкрытие «я-я-я-я-я-я-я-я, пожалуйста, скажите, дайте мне слово». Вот нельзя так. Или не хвастались игрушками. У меня есть такое, у меня нету такого. А как вот сделать так, чтобы все дети были как пионеры, хорошо воспитаны? Надо никогда не врать. Поговорить с ними очень строго. Ну, до слез можно довести, чтобы они больше так не делали. Можно их оставить в угол, наказать. Можно по затыльник. А без наказания нельзя воспитывать детей? Нет. Обязательно надо наказывать? Когда они очень сильно иногда балуются, то надо. А как? Облупить его. Ну, ремешком. По попе. Их надо либо поставить в угол, либо ремешком побить. Я даже не знаю, какие там могут родители придумать наказание для ребенка. Да просто отругать его и сказать ему. Мы же тебя все делаем, а ты так с нами. И он просто возьмет и будет хорошим. Давно родители любят своих детей и не стараются. Говорят по-хорошему. Они даже могут стать из очень плохих, даже пионерами могут стать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова